Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркуриева. Чем запомнились минувшие семь дней, расскажем в кратком обзоре новостей. На планерном совещании в понедельник, 17 июня, вице-мэр Юрий Поляков оценил состояние пляжей в Анапе на четверку и задал тон работы городских служб на неделю. На планерке обсудили вопросы безопасности на воде и на пляжах. И в течение рабочей недели провели большую работу. Служба спасения дважды провела учения на воде и в учебном классе. Спасатели вышли в море на катере, чтобы еще раз объяснить и напомнить, чем может угрожать беспечность. На прошедшей рабочей неделе провели большую работу по благоустройству города. Специалисты и руководители городских служб вышли в рейды. Комиссия проверила, как анапчане выполняют требования власти. Незаконная торговля, мусор на контроле каждый день. Все тайное должно быть в тайне. В Институте береговой охраны ФСБ России приоткрыли завесу тайны. Оборудование, программы и подготовка кадров. Как все это происходит, рассказали специалисты института. И провели экскурсию для мэра Анапы Сергея Сергеева. Один день из жизни центрального пляжа в городе-курорте. Миллионы отдыхающих приезжают в Анапу летом, чтобы отдохнуть на пляже и искупаться в море. Анапчане говорят, пляж уже не тот, что был раньше. Наша съемочная группа посмотрела, как выглядит центральный пляж сегодня и в какую сторону произошли изменения. И познакомились с новым руководителем МОПАКУ. Правду говорят, новая метла чисто метет. На пляже чисто и аккуратно. В 6 часов, пока нет отдыхающих, на пляже работает спецтехника. Чистят и рыхлят песок, убирают мусор. С Камкой справляются за один день. Отдыхать на таком пляже – одно удовольствие. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Итоги селекторного совещания по вопросам здравоохранения и вспышки менингита в Ростове-на-Дону. Как проводить профилактику? Власти города встали на защиту дюн. Никаких строек и площадок для квадроциклов на территории пляжа не будет. Благоустройство города. Слишком много работы не бывает. Новинки на аллее «Рос» и очередной рейд по несанкционированной торговле. Блатные фантики. Мэр Анапы Сергей Сергеев инициировал проверку нелегальных табличек на автомобилях. Древний заповедь «Не навреди» и основное правило оказания первой помощи. Спасатели провели занятия для СМИ так, как проводят для спасателей. Новости культуры в Анапе. В музее Гаргипе проходит выставка микроминиатюр уникального гения 20 века. И сейчас обо всем подробнее. Новость из Ростова о вспышке менингиты и заболевании детей ударила как гром среди ясного неба. Руководители всех служб, отвечающих за здоровье населения, и руководители детских здравниц поучаствовали в краевом селекторном освещании. И вместе выработали эффективные методы профилактики эпидемии на Кубани. Отчитались о ситуации по городам. Взаимодействие анапских служб высоко оценили в край и рекомендовали другим городам брать пример с Анапы. Не допустить распространения энтеровирусного менингита на территории Краснодарского края – требования губернатора Кубани Александра Ткачева. На селекторном совещании проблемы решали руководители министерств, департаментов, управления, Роспотребнадзора и руководители детских здравниц. В здании администрации города-курорта Анапа участники совещания заняли два зала – Туапсинский район, Щербиновский, Крыловский, Краснодар и Сочи. Проблему решали дистанционно. На сегодняшний день лабораторная база учреждений Роспотребнадзора уже готова к проведению лабораторных исследований на энтеровирусы 71-го типа, это китайского типа. И на случай развития всех каких-то последствий мы готовы проводить необходимые профилактические мероприятия. Энтеровирус 71-го типа, его называют китайским, мишенью выбирает детей до 10 лет, но болеют и взрослые. Вирус передается стандартно воздушно-капельным путем и прячется за симптомами ОРВИ и отравления. Главная задача распознать вовремя и при первых симптомах недомогания – обратиться к врачу. Самолечение в таком случае опасно. Сегодня на Кубани отдыхают более 35 тысяч детей, ежегодно приезжают до 13 миллионов отдыхающих. Для профилактики распространения инфекции проводят вакцинацию. Работают все специалисты Кубани. СМИ сообщают о мерах профилактики. Руководители здравниц и детских лагерей контролируют ситуации на месте. Обследуют детей утром и вечером, назначают круглосуточное дежурство медработников. Специалисты службы Роспотребнадзор контролируют продукты и работу пищеблоков. Во всех образовательных учреждениях у нас были проведены рабочие совещания. По рекомендации прошлого совещания проведены генеральные уборки во всех образовательных учреждениях и дошкольных, и школьного образования. При открытии долов на базе образовательных учреждений также были проведены рабочие совещания с медицинскими работниками, которые работают в долах. Входной контроль осуществляется за детьми как на базе детских дошкольных образовательных учреждений, так же осуществляется входной контроль и на базе образовательных учреждений школьных. Оценка работы анапчан отлично, слажена, четко и примерно для других районов. В Анапе усилен контроль во всех дошкольных учреждениях и здравницах, организовано медицинское сопровождение пребывающих на работу или отдых. Менингит в Ростовскую область завезли, скорее всего, из Китая, считает главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Поэтому сейчас на Кубани под особым контролем все аэропорты и вокзалы. В крае готовятся. На случай вспышки готовы почти 4,5 тысячи мест. Ежедневно проходят занятия с медработниками и персоналом детских учреждений. И если с учреждениями все понятно и организована работа, опасения вызывают неорганизованные группы туристов, отдыхающие с детьми, проживающие дикарями. Для такой категории тоже проведут профилактику. Беспризорных детей и детей-сирот в ближайшее время также вакцинируют. Напоминаем анапчанам и гостям курорта, энтеровирусный менингит распространяется по воздуху, воде и при контакте с зараженным. Врачи рекомендуют чаще проветривать помещение, мыть руки и, главное, укреплять иммунитет. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион. И к другим темам, но тоже о профилактике. Власти города встали на защиту знаменитого песчаного достояния Анапы. Дюны сохраняют и охраняют. Никаких стройок и площадок для квадроциклов на территории пляжей быть не должно. Это решение мэра Анапы Сергея Сергеева. В поселке Витязево на пляже выявили факт нарушения закона. Доисторические песчаные дюны сравняли с землей. Специалисты предположили, нарушители готовят трассу и стоянку для квадроциклов. На территории заметили повреждения зеленых насаждений. По данному факту в природоохранную прокуратуру Азово-Черноморскую, город Новороссийск, направлен соответствующая информация для принятия мер прокурорского реагирования. Власти Анапы направили запрос в Анапский отдел Росреестра, чтобы определить право обладателя земельного участка. После ответа администрация города примет соответствующие меры по факту нарушения. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. А мы продолжаем выпуск. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал от правоохранительных органов ужесточить контроль на дорогах. Нелегальные таблички на автомобилях, серые удостоверения и сомнительные номера должны уйти в прошлое. Последней каплей стало недавний ДТП. Один из автомобилей был с табличкой администрации города-курорта Анапа. Как оказалось, табличка была выдана много лет назад, но владелец ей пользовался по сей день. О том, как украшают свои автомобили анапчане, чтобы объезжать общие правила дорожного движения, расскажет Вадим Родин. Пионерский проспект, курортная артерия Анапы. Тысячи детей в день переходят эту улицу, спеша на море и возвращаясь в лагерь. Именно по этой причине движение здесь ограничено. Однако некоторые водители пользуются всевозможными спецпропусками, считая, что это законно. А что за табличка у вас на переднем электронном стекле? Пропуск. Знаете, что правила дорожного движения, пунктом 7.3, при уважении, как мы положили, по допуску транспортных средств, и запрещено. Устанавливает предметы дополнительные. Подлинность такого пропуска ничем подтвердить водитель не смог. С обратной стороны этого как бы пропуска должна быть специальная маркировка. А ее нет. Вот еще один спецводитель Федерального агентства строительства, ехавший по полосе, выделенной исключительно для общественного транспорта. Такими же табличками пользуются и налоговая служба, и казачество. Конечно, со спецпропусками ездят далеко не все водители. Но спецоправдания нарушений правил используют большинство. Жена беременная разваливается. Как написал в твиттере Сергей Сергеев, на днях произошло ДТП с участием автомобиля, на лобовом стекле которого была табличка администрации города-курорта Анапа. Выяснилось, что выдана табличка была много лет назад, а отец участника ДТП при этом козырял удостоверением помощника замглавы администрации. Причем заместитель этот уже как лет пять у нас не работает. Табличка изъята, удостоверение помощника замглавы тоже. Мэр Анапы Сергей Сергеев также потребовал от правоохранительных органов провести рейдовые мероприятия по выявлению аналогичных блатных бумажек. Как рассказали нам в администрации города, уже несколько лет ни одна служебная машина мэрии не имеет специальных табличек. А значит, если и попадаются такие на дорогах, нелегальны. Канапчанам и гостям курорта мэр Анапы вышел с предложением. Если увидите такие авто на дорогах, присылайте мне фото табличек и госномеров машины в Твиттер. По всем таким фактам обязательно проведем служебное расследование. Вадим Родин, Анапа-регион. Первая помощь. Чему учат спасатели? И как правильно оказать доврачебную помощь? Главные принципы и первые действия для спасения человека. Штатный врач службы спасения провел занятия для журналистов так, как проводит для спасателей. Подробности в сюжете. Штатный врач службы спасения Андрей Грищенко проводит занятия для матросов-спасателей учащихся автошкол. В этот раз в экспресс-группу студентов попали журналисты. В теории понятие определения и статистика. Практическое занятие – отработка теоретических знаний на конкретном манекене. Спасателей учат дольше. 160 часов занятий. Из них медицине посвящается 22 часа. В основном направленность на оказание помощи при утоплении. Это сердечно-лёжечная реанимация, искусственная интелляция, лёгких, непрямой массаж сердца. И остальные вопросы. Первая помощь при солнечном тепловом ударе. Купание в шторм, отравление, алко- и наркотические, заплыв, запойки – все нарушения правил безопасности приводят к печальному исходу. И даже невинная, на первый взгляд, забава. Там на раз, два, три подкинули воздух, полетел. Пока вот перевернулся. Оно интересно на самом деле. Летом прикольно. Конечно, все любят. Волна ушла или в песочек, или в камушке. Компрессионный перелом шейного отдела позвоночника. Если вода попала в лёгкие, её надо слить. Определить вид асфиксии можно по внешнему виду пострадавшего. Через колено при синей асфиксии надо в первую очередь сливать воду. При синей асфиксии в первую очередь, когда вода в лёгких, в первую очередь кончики пальцев, мочки, ушей, кончик носа синеют. И сразу визуально можно определить, есть ли в лёгких вода или нет. Если они беленькие, значит воды в лёгких нет. Можно сразу приступать к реанимации. Правила первой помощи изменились. Классическую формулу «один вдох, четыре нажатия» сменили новые правила и установки. Сейчас по новым правилам в соотношении искусственной вентиляции лёгких, непрямо массаживших сердца, это 30 нажатий, два вдоха. Охватили ротовую полость, прижали сам мешок к руке и поехали. Вдох, выдох. Вот, два раза вдох и 30 раз нажатий. И раз, и два, и три. 30 раз нажали, пальцы, что делаем? Проверяем пульс на сонной вентиляции, справа или с левой стороны. Нет пульса, что делаем? Продолжаем. Появился пульс, самая главная задача перевернуть или его на бок, или на живот, или хотя бы повернуть голову на бок. Ещё одно важное правило, даже если пострадавшего удалось привести в чувство, скорую вызвать обязательно, чтобы исключить синдром вторичного утопления. И всё же главное в спасении следовать медицинской заповеди, не навреди и поддержать жизнь до приезда специалистов. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа-регион. В Анапе активно стартовал курортный сезон. В санаториях, пансионатах и детских лагерях принимают гостей со всей России. Но, к сожалению, некоторые местные жители забывают о том, что первое впечатление о городе складывается по внешнему виду города. На улице Краснодарской, 52, строится частная гостиница. Сейчас ведут внутреннюю отделку помещения. Весь строительный мусор хозяин объекта складирует во дворе. Забора нет, натянута сетка рабица. Не отличается красотой и прилегающая территория. В ходе строительства разбили тротуарную плитку. Приводить в порядок собственность владелец отеля, похоже, пока не собирается. Чем подает своим поведением негативный пример. А вот у радеющих за свой город соседей чистые дворы, пестрые клумбы, аккуратно постриженная трава на газонах и многочисленные цветники. И в продолжение темы благоустройства города и парковых зон. Аллея Рос за одну неделю стала чище и комфортнее. Какие изменения произошли, расскажем прямо сейчас. Во время рабочей прогулки по Аллее Рос, Мир Анапы Сергей Сергеев покритиковал работу коммунальных служб. И распорядился привести парковую зону в порядок. Место отдыха должно быть приятным. За неделю распоряжение Сергея Сергеева выполнили. Аллея Рос стала богаче внешне и по содержанию. Все лавочки отремонтированы. Большие работы проведены по озеленению. Высажено более трех тысяч зеленых насаждений. Проведены также работы непосредственно по части тротуарной пешеходной зоны, которая усыпана у нас красивой крошечной крошкой, мраморной крошкой. Непосредственно вся эта крошка аккуратно вся сформирована. Установили еще 20 дополнительных скамеек, чтобы анапчане и гости курорта могли не только прогуливаться по зеленой аллее, но и отдохнуть в тени фруктовых деревьев. По рекомендации мэра Анапы учли даже такие полезные мелочи. Урны установили рядом со скамейками. Теперь аллея Рос – красивая и комфортная зона отдыха. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. И о новостях культуры. Как левша блоху подковал, мы знаем по рассказу Николая Лескова. А вот повторить микроминиатюру тульского умельца смог выдающийся армянский механик Эдуард Казарян. Он создал произведение искусства, которым нет аналогов в мире. Его имя в книге рекордов Гиннесса. Инструменты для клиники Федорова – его рук дело. Микрошедевры Казаряна преподносились в подарок Сталину, Рокфеллеру, королеве Англии Елизавете II. У анапчаных гостей курорта появилась уникальная возможность увидеть 20 работ художника, которые по праву считаются сокровищницами мировой культуры. О выставке расскажет наш корреспондент Лариса Басова. Восьмым чудом света назвали работы Эдуарда Казаряна посетители выставки, которая состоялась почти 40 лет назад в Лос-Анджелесе, а самого автора – волшебником, явлением невероятным. Еще 2500 лет назад люди стали заниматься микроминиатюрой. Но я понимаю, что людей, которые вообще достигли каких-то способностей в этой области, мало, потому что, очевидно, это дар божий. Изначально этот автор известен как скрипач с мировым именем. То есть многие музыканты, и не только музыканты, его знают как скрипача. А вот это было его просто хобби. С 1947 года он начинает работать в этом направлении. На его счету около тысячи работ, и все они уникальны. Посетители выставки, которая открылась в музее Гаргипи в Анапе, смогут увидеть караван верблюдов в игольном ушке, саксофониста на половинке макового зерна, самую маленькую икону в мире, полтора миллиметра – это лик Иисуса, янтарный хачкар, на девяти миллиметрах которого уместилось 36 букв. Молитву «Отче наш» можно прочесть только под микроскопом. Букет роз – лепестки, которые состоят из рыбьих чешуек, на ножки – из волоса. Всего 200 деталей. Чарли Чаплин – тросточку, которого можно увидеть только при увеличении в пять тысяч раз. Все, что я увидела, просто приталило до безумия. Как-то с такими маленькими вещами можно работать. Смотришь, просто изумляешься, как человек смог это все воплотить, красиво изобразить, сделать. Ну, в общем, очень неповторимая коллекция. Это последняя работа, которую создал Эдуард Казарян. Он ушел из жизни на 90-м году, но его имя уже внесено не микро, а гигантскими буквами в историю мировой культуры. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анап Регион. 21 июня в акватории «Малая бухта» стартовал 19-й чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде. Впервые Федерация плавания выбрала местом проведения чемпионата Анапу 6 лет назад. И с тех пор «Малая бухта» принимает именитых спортсменов ежегодно. Чемпионат получил прописку в нашем городе-курорте. Мы следим за ходом престижных соревнований. Лариса Басова расскажет подробности с места события. Анапа, как всегда, принимает хорошо. А уровень соревнований – это чемпионат России. Здесь участвуют все сильнейшие спортсмены России. Это традиционно уже стало. Единственное, мы немножко изменили регламент наших соревнований. Если раньше мы начинали проводить соревнования с 5 километров и отбирали на 10 и на 16, то сегодня мы проводим ту дистанцию, которая является олимпийской. В 19-м чемпионате России принимают участие спортсмены 2000 года рождения и моложе – 19 женщин и 25 мужчин. Это отборочный чемпионат России на чемпионат мира, который пройдет в Канаде во второй половине июля. Первый заплыв стартовал ранним утром в «Малой бухте». В воду вошли именитые пловцы. Артем Подьяков – мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы и России. Сергей Большаков – бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр. Кирилл Обросимов – чемпион Европы. Василий Бойков – мастер спорта международного класса и другие. Им предстояло преодолеть дистанцию 10 километров, всего 6 кругов. Море благоприятствовало пловцам, было спокойным и чистым. Но все-таки спортсмен под номером 6 сошел с дистанции после двух кругов заплыва. А лидерами на каждом круге становились разные спортсмены. Победитель определился на последнем круге. Первым финишировал мастер спорта международного класса Кирилл Обросимов. Впереди еще неделя соревнований. Вслед за чемпионатом начнется первенство. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-регион. Июнь – время открытия летнего сезона и сезона выгодных покупок. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» в новый сезон входит с новым выгодным предложением. Окна за половину стоимости. Подробности в сюжете. Окна за половину стоимости. Такую акцию проводит новая в Анапе федеральная компания «Экопласт». Знакомство в два раза приятнее, а цены в два раза ниже. Воспользоваться выгодным предложением можно уже сегодня. И лучше поторопиться. Акции действуют до 30 июня. Скидка на все окна 50%. Вызов специалиста для расчета стоимости будущих окон бесплатно. Двойной стеклопакет – рама из высокопрочного и качественного пластика немецкой фирмы. Цвет рамы подберете под интерьер, фурнитурой механизмы австрийских производителей. Все знают, окно можно открыть, закрыть и приоткрыть. А есть режим микропроветривания. Это когда ручка повернута на 75 градусов. В июне можно переостеклить всю квартиру, пока действуют акции. Если нет необходимой суммы, в компании «Экопласт» предоставят длительную отсрочку платежа. Без первого взноса, переплат, начисления процентов и комиссии. Если окно, то не обязательно в Европу надежные и реальные окна от новой компании федеральной сети «Экопласт». Анапа, улица Лермонтова, 116. Телефон 901-27. Напоминаем телезрителям, 22 июня в 4 утра в сквере воинской славы пройдет молодежная акция «Рассвет памяти». Организаторы приглашают анапчан и гостей курорта вместе вспомнить трагическую дату истории нашей страны. А в 9 утра в субботу состоится траурный митинг у братской могилы на старом кладбище. Управление по делам молодежи приглашает анапчан почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. И 22 июня ровно в 4 часа утра зажечь свечу и выставить в окне своего дома или квартиры. И в субботу, 22 июня в 9.30 пройдет всекубанская минута молчания. Все автовладельцы могут поучаствовать в акции, нажав звуковой сигнал автомобиля в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. И еще информация. С 22 по 26 июня в Анапе пройдет выставка продажи «Меховая палитра». Летние скидки на все от 20 до 50%. Вещи можно купить в рассрочку, в кредит и без переплат. При покупке шубы жилеты залезы в подарок. Выставка будет работать с 22 по 26 июня с 10 часов утра до 10 часов вечера. По адресу угол улиц Крепостная и Ивана Голубца, 30. А на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки и удачные идеи подарков в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Суббота 22 июня в Анапе будет малооблачно. Местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем 22-26, ночью до 20 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воды в Черном море 22 градуса со знаком «плюс». В воскресенье 23 июня в Анапе местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 23-25, ночью около 22 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 22 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48 333 и 48 300.